уважаемые слушать сегодня буду рассказывать вам про гоминидную эволюцию то есть по сути дела речь идет о концептуальном проекте будущего ну то есть то о чем любят сейчас все поговорить порассуждать что молди вот представители китая концептуального проекта не выдвигают живы так хорошо старом у американцев никакого нет кроме крайне сомнительной идеи трампа о том что перевести промышленность сша и сделать америку снова великой что-то не катит по моему дальше всякие идеи о том что давайте разделим планету на зоны и там будут собственные валютные системы поможет до лет на 20 поможет ну вот ну и про россию когда любят рассуждать это сказать теоретики как экономики так политики все время приходит к выводу что молди вот у нас красный проект был а вот сейчас значит молди надо его заменить аромический покрасневший то есть полурелигиозный ничего из этого не получится почему потому что уже с аваромическими проектами носится две тысячи лет даже больше учитывая что сама концепция была по традиции сперта из представлений зороастризма но и прочее это есть специальные люди такие кто занимаются этой болтологии под названием религиозная история но они с удовольствием это расскажет но для нас никакая никакой боюсь проект в том числе покрасневший аваромический не пойдет ничего не пойдет не пойдет невеликая степь псевдо проект ну почему потому что степные народы которые для того чтобы осваивать цивилизационные проекты у них немножко не хватает примерно 200 поколений ну чтобы из каменного века и соответствующих традиций превратиться в полноценных граждан 21 века нет не все хорошие просто нужно пройти церебральный сортинг в рамках которого отбираются те которые могут в сегодняшнем мире жить к сожалению могут не все поэтому на самом деле проблема технологического общества не в том что там красненький проектик британ вудская системка или еще какая форма значит технократического или административно командного проекта сменит одна другую бед бесполезно это бесполезно по сути эволюционных процессов происходящих на этой планете именно с гоминидами какой бы проект не был чтобы не придумывали экономисты и политики из полу обезьян не сделать цивилизованного народа никак не получится но если у вас будет хотя бы 20 процентов людей к исповедующих биологические принципы выживания то произойдет то что произошло в совдепии они среда точно эти люди они же не думают ни о чем они думают только об одном еде размножение доминантности и ради это готовы на все коммунизм коммунизм фашизм фашизм капитализм капитализм посмотрите как в 90 из комсы достаточно богомерзкой из коммунистов омерзительных воришек административных обычных самых вульгарных которые наказываются по уголовному кодексу нас появились руководители страны многочисленные которые соответственно так и страной поступили просто разворовали разграбили и из нее сделали себе места для размножения для выращивания потомков для хранения капитала ну и возможно всего каш вывезли за границу чтобы там понадежнее было ну слава богу этих дураков там ограбили что всегда бывало потому что если человек где-нибудь в лондоне выкапывает большой пруд и запускает туда жирных карпов то не надо большого ума для того чтобы понять что карпа туда запускаются не для того чтобы они там размножались а для того чтобы их потом съесть что собственно говоря с нашими этими олигархами произошло но так не в этом дело вопрос о том как решить эту проблему неразрешимую которая возникает каждый раз а мы видим что она возникает посмотрите на сириус посмотрите на высшие разные курсы подготовки высочайших чиновников мне повезло я с некоторыми из них контактировал у них глазах как у дядюшки скруджа только вот такие вот значки долларов выскакивают преданные полу грамотные дураки и с ними ничего не построишь неважно не молодые или старые обучены или нет но если у них человеческих качеств немного то ждать что они что-то будут делать для страны бесполезно вы их можете там заставлять прыгать с вышки водить танк копать землю для посадки огорода чего хотите делайте но из этих вышлих бывших вас физкультурников и молодых политиканов никогда ничего не вырастет ну сами то подумайте уважаемые господа и товарищи ну кому как больше но если человек рвется во власть всеми силами и лезет в этот самый кадровый резерв это уже гоминидная выбраковка он думает о своих перспективах о своих проблемах которые будет решать когда заберется повыше и сможет клюнуть ближнего и нагадить на нижнего уже те кто приходят в эту систему они заранее уже несут на себе на лбу клеймо этих брать нельзя ни в коем случае и об этом даже писал в своих книгах о том что людей пригодных для такого рода деятельности надо искать с микроскопом ни один нормальный человек в начальники и же полезны это в качестве одного из основных качеств не полезет поэтому все эти никудышные попытки на самом деле носит антигосударственный характер отбора людей почему потому что они точно никогда не будут действовать в пользу общества это вот это 300 грамм мозгов вполне достаточно это человек умел и его череп вот примерно этот уровень у нас отбирается возникает вопрос а что делать как никакие психологические тесты как известно не проходит никакое тестирование никакие упражнения физкультурные не помогают что же делать а делать так что раз новосозданные чиновники молодые шустрые здоровые на самом деле представляют собой в общем то такое в лучшем случае пахучие дерьмецо надо искать людей по другому и для этого следует использовать штуку церебрального сортингу пока томографа нет у нас есть другие технологии у нас есть способности определить может ли человек регулировать энергетический баланс свой мозг то есть заставить свой мозг думать о чем-то другом кроме как о собственной жене или любовницы собственных детях или законных незаконных и о собственном кармане смысле кошельке вот этих очень трудно отбирать их мало и они сами во власть не идут потому что они прекрасно понимают чем они там столкнуться что их лучшее качество окажутся также востребованные как чистосердечное призвают признание серийного убийцы нет конечно поэтому без отбора людей никакие эти самые кадровые резервы никуда и никому не нужны из них вырастут такие же прохиндей на смену которым они придут и больше никак поэтому если существует желание то надо осуществлять вот этот самый отбор способных людей вполне понятно что когда есть такая объективная возможность это вызывает колоссальное сопротивление которое конечно направлено то чтобы это прекратить потому что тех что есть можно проверить на профпригодность вообще там хоть одна извилина есть ли он мозг твой гладкий скользкий и очень хозяйственный поэтому против любой объективизации любые чиновники любого уровня как из ученого мира так из административного конечно предпримут все усилия чтобы уничтожить научный проект зародыша с чем мы собственно говоря сладко и сталкиваемся поэтому собственно говоря одна из причин продолжения нашего проекта по отработке собственно говоря оценки способности людей использовать свой энергетический баланс мозга продолжается здесь вот сейчас появится ссылках можно прислать заявку но поскольку как вы понимаете из моей предыдущей речи научное это направление поддержки мягко говоря не находит значит мы будем вынуждены продолжать поскольку уже время пришло есть некоторые аспекты вопроса анализа вот этого энергетического баланса который мы можем решить уже сейчас усовершенствовав наш подход благодаря этому я думаю что мы будем продвигаться несмотря ни на что на отсутствие финансирования на многочисленные пакости которые совершают люди которые не понимают конечно ничего но как полиграф полиграф шариков они таких как мы сердцем чуют и понимают чем это им грозит поэтому уважаемые слушатели я вам желаю заниматься самосовершенствованием не отчаиваться не поддаваться на провокации и разговоры о том что вот есть как какой-то глобальный проект за которым мы все дружно побежим нет таких проектов потому что побегут не все а те кто победу побегут окажутся как в известном мультфильме в нашем отряде он окажется этот отряд как обычно с предателем а поскольку мерзавцы предатели их чистые гоминиды то есть ну животные они занимаются исключительно своими личными проблемами не всегда будут иметь преимущество перед теми кто думает например о стране об обороне о науке в конце концов и конечно их съедают всегда но я не могу например заниматься наукой обмене одновременно там крушить администраторов они не очень умные не очень далекие это несложно но придется все бросьте заниматься только этим таким образом эти занятия друг друга исключают профессионал не может заниматься администрированием против полуобезьян которых стоят на дню в этом проблема все они все силы свои обезьяния при всей своей тупости необразованности наглости примитивности они кладут на то чтобы занять вот эту вот полочку административно а вы ничего сделать не можете потому что вам еще и работать надо получается нехорошие вещи поэтому как вы понимаете любой процесс который приведет этих самых прохиндеев популяризаторов или полуобезьян административных выведет на чистую воду вызывает огромное сопротивление что нормально они просто так не свою власть не свои ресурсы для размножения и доедоминальности не отдадут поэтому мы продолжаем исследование которые позволят надеюсь решить эти проблемы хотя бы в будущем человечества а на этом я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения и веры в глобальные проекты если они вас конечно успокоит